В это день, 17 марта, родились Михаил Врубель, выдающийся русский художник, Борис Полевой, советский паразаик, автор повести о настоящем человеке, Макс Кюс, российский композитор-капельмейстер. В жизни Макса Велевича Кюс спрелись военная армейская карьера и музыка. Десятилетиями он был известным военным капельмейстером, дирижером, ветераном войны с Японией, мировой войны. Тогда он служил в 5-й Донской казачьей дивизии. Даже служил в отдельном батальоне георгиевских кавалеров. А вот всей безмундирной стране, гражданским, он был известен как автор хита 1910-х годов вальса «Амурские волны». Хотя Кюс написал немало и других популярных произведений эпохи, всего около 300. Насколько тепло его приняла новая власть, сказать непросто. Вот характерна его аттестация, когда он возглавлял уже в 30-х годах оркестр кремлевского полка. Товарищ Кюс с большими музыкальными познаниями, свое дело любит и знает хорошо. И в то же время политически отсталый и в этом отношении работать над собой недостаточно. Земной конец его был трагический. Кюс уже вышел на пенсию, уехал в родную Одессу. А тут в город пришла новая война и гитлеровцы. Его, как еврея, забрали и убили. Точное обстоятельство или даже место смерти неизвестно. В этот день, 17 марта 1763 года, митрополит Ростовский Арсений выступил с осуждением политики Екатерины II в отношении церкви. Он был едва ли не единственным, кто был открыто против секуляризации церковного имущества. 17 марта 1706 года в Российской империи было разрешено создание профсоюзов. Один из прозорливых деятелей императорского охранного отделения Зубатов еще на заре 20 века отметил. «Рабочий класс – коллектив такой мощности, каким в качестве боевого средства революционеры не располагали ни во времена декабристов, ни в период хождения в народ, ни в моменты массовых студенческих выступлений». Чтобы рабочая среда не стала питательной для революционных брожений, само царское правительство постаралось выступить защитником прав рабочих. Конечно, как это понимало и умело. В честь того самого Зубатова это движение получило название «Зубатовщины». В 1901 году в Москве появился и Совет рабочих механического производства, по сути первый в России легальный профсоюз. Но, конечно, то тут, то там стали появляться и нелегальные объединения рабочих, профсоюзы, которые устраивали стачки, забастовки, настойчиво требовали у хозяев предприятий увлечения зарплатой. И особенно широко они развернулись в годы Первой революции в 1905-1906 годах. В конце февраля 1906 года в столице даже прошла вторая Всероссийская конференция профсоюзов. Правда, нелегально. Ввод делегата живо обсуждали акции протеста «Общее будущее» слова одного из профсоюзных лидеров. «При помощи союза, развив самосознание, подняв наш правовой, умственный и материальный уровень, мы превратимся в свободных граждан». Царское правительство на самом деле чутко среагировало на запросы в обществе. В марте того же 1906 года был выпущен закон, который окончательно легализовал профсоюзы в стране. Это был указ, названный временные правила о профессиональных обществах, учреждаемых для лиц, занятых в торговых и промышленных предприятиях или для владельцев этих предприятий. Конечно, деятельность профессиональных союзов ставилась под контроль полиции и губернаторов. Однако их работа тут же принесла большие плоды. По России пронеслась волна акций, после которых крупные отрасли стали приходить, если не на 8-часовой рабочий день, то на 9-10 рабочие. Исковно доносили, что профсоюзу умудрились выбить повышение зарплат на 73%. В Иваново-Вознесенске на гигантских текстильных фабриках повысили зарплату на 7-15%. Уже к 1907 году в России было 1200 профсоюзов с числом участников в 340 тысяч человек. 17 марта 1922 года пушкинские места в Михайловском объявлены государственным заповедником. 17 марта 1927 года на ленинградском заводе «Светлана» началось производство миниатюрных лампочек для карманных фонариков. 17 марта 1937 года вышел закон, запрещавший крестьянам покидать колхоз без согласия администрации. Именно этот закон прозвали вторым изданием крепостного права. И именно тогда особо едкие крестьяне стали расшифровывать аббревиатуру партию ВКПБ как «Второе крепостное право большевиков». Отныне выехать из родного колхоза труженик мог не иначе, как по справке председателя колхоза, а паспорт ему не полагался. Конечно, все для того, чтобы колхозники не разбежались от своих знаменитых трудодней. 17 марта 1936 года с космодрома Плесецк состоялся запуск первого космического аппарата. Таким был это день 17 марта.